В нашей церкви есть истории, которую, наверное, все братья и сестры знают, и таких историй много. Например, история про Йоанна. Я думаю, что среди вас есть те, которые сотни раз слушали эту историю. Однажды я был дома, и у меня зазвенел телефон. И мне позвонил мессер из Либерии, и он говорит, «Пастор, пастор, Чи Йоанн, Чи Йоанн умирает!» Я сказал, «Успокойся, ты, пожалуйста, спокойно объясни, что случилось с ним». «Пастор, пастор!» И знаете, он говорит и не может связать несколько слов. Но когда я его выслушал, оказалось, молодого человека Йоанна ночью ужалил скорпион. Он спал ночью, и ему показалось, что кто-то взял иголку и уколол его ногу, и поэтому от боли проснулся, но смотрит, вокруг него никого не было. И он подумал, что это было только что. Потом он дальше стал спать. Утром проснулся и сказал ребятам, «Знаете, мне показалось, что мне кто-то уколол ногу». Кто-то спросил, «Может, это скорпион?» «Да не смеши, какой скорпион может быть в комнате?» Потом три часа дня. Знаете, ему стало плохо. И поэтому он пошел в уборную. Осталось пять метров до уборной и упал без сознания. Из винтикала немача вышли из него. Его вырвало. Знаете, он лежал на полу. И невозможно было найти пульс. Представитель наш начал говорить, «Юан, Юан, приди в себя, приди в себя». Говорят, били ему. Однако, его привезли в больницу, но врачи сказали. Они даже не стали на него смотреть, просто кивали головой. И сказали, «Вы, пожалуйста, простите, но его ужалил скорпион». Надо было сразу привезти, и это не факт, что он сможет выжить. Почему только сейчас вы его привезли к нам? Уже яд скорпиона распространялся полностью по его организму. Он умрет. Но, пожалуйста, помогите все равно. Но врач, он даже не хотел смотреть его сторону. Пошел в другое больнице, тоже его не приняли. Но в третьей больнице просили, просили и приняли. Однако, его положили на кровать, но дыхание остановилось. Врач два часа массажировал сердце. Поэтому сердцебиение стало, но давление начало падать. И тогда представитель наш позвонил мне со слезами. Знаете, рядом с Либерией, если лететь туда прямым лицем, это все равно понадобится 18 часов. Я не могу отправить ему лекарства, потому что за это время он умрет. Не могу отправить врача. Не было пути, чтобы спасти его. И тогда, какая душа у меня появилась. Я подумал, надо пообщаться с Юаном. Поэтому спросил, могу ли я пообщаться с Юаном? Сказали, да. И сказали, Юан, возьми телефон, это пасторок Супак. Я спросил, Юан, ты слышишь меня? Да, пастор. Знаете, я за что благодарен. Когда я читал Библию, в Библии я видел, как Бог действует. И постоянно, когда читаю Библию, я смотрю, как Бог действует в Библии. Юан сейчас ужален Скорпионом, и яд уже дошел до сердца, и поэтому сердцебиение ненормальное, давление упало, температура упала. На самом деле, он умирает сейчас. Однако мы же ведь верим в Бога. Мы ведь верим в Бога. Да, сейчас Юан прекрасно знает, что его ужалил Скорпион, поэтому он умирает. У него нет надежды. Я позвонил Юану и сказал, Юан, ты слышишь мой голос? Да, пастор, сказал Юан. Юан, тебя ужалил Африканский Скорпион. И ты сейчас умираешь. Но, Юан, послушай меня, пожалуйста. Сегодня утром я читал Библию, книгу Исаия. Исаия, 40 главе, 31 стихе. Знаешь, что написано? А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Вот как написано, Юан. Юан, это Библия, 66 книг Библии. Это Слово Бога. Юан. Наш Господь Бог, Он ни в коем случае не обманывает. Что сказал Бог? Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Господь Бог ни в коем случае не обманывает. Если ты будешь надеяться на Господа Бога, попробуй поверить в Него. Тогда, для того, чтобы ты мог победить Дяд Скорпиона, тебе нужна новая сила. Если ты будешь надеяться на Господа, Господь Бог ни в коем случае Он не обманывает. Поэтому Бог обновит твою силу, даст новую силу. И тогда ты сможешь победить Яд Скорпиона, врачи и никто другой не мог сказать, что Юан сможет выжить. Все говорили, что Юан умрет. Даже сам Юан, он, умирая, он думал, вот, когда я летел в Африку, отец провожал меня в аэропорту и очень крепко обнял меня и сказал, Юан, хорошо съезди. И это обядь отца. Он тосковал по ним. Но как он может оказаться снова в них? Отец, который находится дома, не может приехать к нему. Однако, Бог же, он так же и в Африке. И поэтому сердце Юана соединилось с сердцем Господа. И если эта связь появляется, тогда Бог сразу действует. Знаете, когда я смотрю, что удивительно, да, я всегда был связан со грехом. Однако, что говорит Библия? Нет праведного ни одного. Есть такое слово. Но так же написано, что искуплением во Христе Иисусе поблагодарить Его, получая оправдание дара. В Кремле нам точно написано, что нет праведного ни одного. Да, мы точно согрешили и грешники. Однако, благодаря тому, что Иисус Христос умер на кресте и очистил весь наш грех, по благодати Божией мы получили оправдание. Знаете, Библия нам говорит, что не с самого начала мы были праведными. Да, мы были грешниками, которые согрешили. Однако, оправданием во Христе Иисусе, искуплением Господа Бога мы оправдались. Иисус Христос умер на кресте за нас, и Его смертью мы оправдались. Вот что нам говорит Библия. Однако, мы же говорим, нет праведного, нет ни одного. И только, когда мы знаем это слово, тогда и служители, и пресвикторы, и все говорили, что грешники. Однако, когда мы читаем одну и ту же Библию, и написано, нет праведного, нет ни одного, и не только это слово, что и праведник тоже есть. Например, но и был человек праведный, или много может усиливать молитву о праведниках, или праведной верой жив будет. А также, не как-то мы стараемся, чтобы стать праведным, а через то, что Иисус Христос умер на кресте и пролил свою кровь, Его кровь очистила у нас грех, поскольку наш грех уже омыт, поэтому мы уже получили оправдание. Ага. Хотя есть в Библии слово о том, что нет праведного, нет ни одного. Это тоже правильно, но также правильно то, что есть праведник. Нельзя сказать, что они оба неправы. Да, мы согрешили, поэтому мы все грешники. Это тоже правильно, но кровью Иисуса Христа мой грех омыт. Так говорит нам Библия. Поэтому тот человек, который верит только в слово о том, что нет праведного ни одного, он всю жизнь живет грешником. Однако те, которые верят, что кровью Иисуса Христа оправдались, они становятся праведными. Да, до утра я могу быть грешником, до вчерашнего дня я могу быть грешником, но молитвенное собрание. Я когда осознал это слово, я стал праведным. Это было удивительно. Блудный сын, когда находился в свинарнике, он был грязным, скверным, он находился в холоде, ему было одиноко. Ужасную жизнь он вел. Иисуса Христа однако, когда блудный сын находился в свинарнике, может быть, тело находится в свинарнике, однако, душа же, сердце же идет к отцу. Есть отец, есть наемник у отца, который избыточествует хлебом. И блудный сын говорит, что я здесь голодаю, но если я пойду к отцу и скажу, что я не достоин называться сыном, но хотя бы стану наемником, и тогда я буду хотя бы есть, не буду голодным. И он направляется к отцу, и потом следует его тело к отцу. Так интересно. Знаете, когда люди ловят рыбу, на конце вешают наживку. И когда, например, рыба ловит, тогда рыболов чувствует, что рыба тянет. Но интересно, что когда рыба съедает наживку, тогда хозяин радуется. Но интересно, когда рыболов тянет, тогда идет не только рот, но и голова, и тело, и хвост. Младший сын, да, он лежал в свинарнике. Затем его сердце идет в дом отца. и тогда, тогда, когда его сердце оказалось в доме отца, тогда хотя тело находится в стенарке, но он начинает размышлять об отце и начинает встречаться с отцом. И отец, да, в доме отца, он чувствует счастье, поэтому однажды, и его тело идет в дом отца. Другими словами, отец так радуется, проводит, да, ну, конечно, нельзя принимать сына в таком виде, как он пришел, поэтому дали лучшую одежду, дали перстень, дали обувь на ноги, закололи, откормили новотеленка, и будем есть и веселиться, говорит отец. Когда слово отца вышло из уст, тогда слуги принесли лучшую одежду, перстень надели на руку, обувь надели, потом его скупали, помыли волосы, дали самые хорошие духи, и совсем другим стал. Знаете, когда я сегодня слушал выступление, хор Гращас, говорят, очень быстро переодевается. Я был так удивлен, потому что Хеми, как после первого выступления, она была в одном цвете, а во втором выступлении за две секунды она успела переодеться. Я думал, ничего себе, за две секунды успела переодеться, а потом я понял, что это ведь запись. Да, ну, а, так тоже можно. Но, этот блудный сын пришел в дом отца. Когда пришел в дом отца, с того момента все меняется у него. Когда слово из уст отца выходило, тогда принесли лучшую одежду, сказал отец, тогда принесли лучшую одежду и надели на него. Правильно? помыли его волосы, подстригли, знаете, сделали прическу, дали персень на руку, дали лучшую обувь, закололи от кормленного теленка, все сделали. Отец, ради младшего сына он все приготовил. И теперь, куда бы мы ни посмотрели, у младшего сына нет ничего грязного, нет ничего плохого, нет ничего худого. Все соседи говорят, о, ничего себе, ты пришел? Да, здравствуйте. Как ты поживал? Все нормально? Знаете, ведь соседи не знают, что он пришел нищим, правильно? О, ты-то хорошо выглядишь, говорят соседи. Да, конечно, его, да, скупали, покрасили, совсем другим стал. Младший сын, он не старался, а отец все сделал за него. Это есть то, как Бог будет действовать у нас. Грязный грешник, грешник. Не он ощущает свой грех. Ему нужно прийти к отцу всего лишь. Тогда через отца, благодаря отцу, ему дают лучшую одежду, перстень на руку, обувь, закалывают откормленного теленка и проводят пир. То же самое, если наше сердце соединится с сердцем Иисуса, тогда с того момента сила Иисуса Христа будет действовать в нас. Если наше сердце же соединится с сатаной, тогда сатана будет действовать у нас. Одинаковый принцип. Поэтому, что такое Библия? Библия говорит, что все согрешили и лишены славой Божией. Но в Кремлянам 3, главе 24 стихе говорится, в 23 стихе написано, что все согрешили и лишены славой Божией. Да, точно согрешили. Кто бы что ни сказал, все равно грешники. Но интересно, что многие люди знают Слово, но знают 23 стих, однако не знают 24 стих, который находится следом за этим. В 24 стихе говорится, что получая оправдание даром, поблагодарить его искуплением во Христе Иисусе. Да, мы согрешили, мы грешники. Однако, 24 стих говорит о том, что мы оправданы, значит, мы оправданы. Тот, который верит в 23 стих, он грешник, а тот, который верит в 24 стих, он праведник. И 23 стих, это Библия, и 24 стих, тоже Библия. Но если 23 стих мы смотрим, тогда мы остаемся грешниками. Если же мы верим, что есть праведники, значит, мы становимся праведными. Теперь наши братья читают одинаковые 66 книг из Библии. В прошлый раз, когда я начинал мессивенскую школу, получается, дядя моей супруги, это господин Ин Йонг Бин, он является первым, кто открыл библейское общество в нашей стране. Он поехал в Великобританию, встретился с королевой Великобритании, рассказал про Корею, и получая поддержку от Великобритании, он открыл библейское общество. И поэтому тогда называлось Корейско-Британское библейское общество, а сейчас Корейское библейское общество. И если посмотреть старые книги, то написано, что автором является Им Янгбин. И я хотел начать миссионерскую школу. Я долго думал, как же проводить миссионерскую школу. И потом я поехал к дяде моей супруги. Он жил тогда на улице Пампуду. Я поехал к нему и подробно-подробно рассказал о том, что я хочу заниматься таким делом, и рассказал про миссионерскую школу. О том, что это не просто теологическая школа, а это то место, где будут учиться не только теории. И знаете, вот он послушал меня и говорит, «Ничего себе! Я хочу с тобой работать! Как ты мог додуматься до такого?» Знаешь, это грандиозный план. И мне было так радостно услышать от него такие слова. Но говорит, «Однако...» Знаешь, вот 10 лет назад я бы с тобой работал. «Однако сейчас, как тебе хорошо известно, я уже стар. Я буду только для тебя грузом». Знаете, мы в тот день так много разговаривали. И когда я хотел уйти от него, знаете, у него в библиотеке было очень много книг. И это все книги на английском языке. И я плохо читал английский язык. И он это показал, то показал. И целую коробку книг он дал мне. И говорит, «У меня нет возможности читать книги, но вот возьми. Я думаю, что они тебе помогут». И я привез эти книги, и потом начал читать одно за другой. Однажды я открыл книгу. Это Библия вроде бы, да? Бытие, несколько глав. И потом там есть периоды, хронология. И эта книга очень мне помогла. И я очень бережно относился к этой книге. И так мне нравилась эта книга, что там есть хронология. А потом смотрю, этой книги вдруг не стало. И мне было так жалко, что эту книгу, да, кто-то взял, потому что я вроде бы никому не давал. Раньше мы говорили о том, что если воруют книги или цветы, их нельзя называть ворами. Поэтому мы не смогли найти этих людей. Но несколько дней тому назад я позвонил моему внуку. Я сказал, что вот раньше была книга, которую я так читал. Вот сейчас эта книга мне нужна. Можете поискать там в магазине Библии? В США, в большой книжный магазин сходите. И я вот сказал, посмотрите эту книгу. И нашли книгу схожую, да. Но его купили и отправили мне. Там тоже есть хронология. Ну, не такая, которая была раньше. Ну, вот все равно, читая хронологию, я вот размышляю над словом, да, и тоже читаю Библию. Знаете, то, что в Америке привезти в Кориу, не проблема. Правда, нужно будет потом мне принести, да. Пастор Немичоль привез. А вообще, пастор Немичоль, да, он должен был приехать к нам в церковь на совещание. И поэтому его супруга сразу поехала в Пусан, а он к нам. А случайно эта книга оказалась в сумке его супруги, и поэтому пришлось потом снова отправить оттуда. Например, есть книга. Чтобы посмотреть книгу, нужно, чтобы книга приехала ко мне. «А слово должно прийти в мое сердце». Знаете, израильтяне, когда вышли в Хананскую землю, было 12 цеглядатых. И среди них, да, многие говорили о том, что там течет молоко и мед. Представляете, одно, один виноград несли двое. Ну, не знаю как. Может быть, они были размером баскетбольного мяча или как. Но действительно, там тек молоко и мед. Но самое интересное, они посмотрели землю, но там жили сыновья инаковые, то есть высокорослые люди. И они испугались. Тогда 12 человек ходили смотреть землю, и 10 человек, они испугались. И поэтому говорят, мы не сможем пойти туда. Например, когда они выходили из Египта, ведь египтян было намного больше, чем сыных анаковых. Господь Бог, который защитил от египтян, который раздвинул Чемное море. Ведь не проблема для Господа Бога эта ситуация. Однако, поскольку в их душе нет Господа Бога, а есть только сыны инаковые, поэтому у них не хватает храбрости пойти сражаться. Однако, Иисус Навин и Халев, они, да, хотя сыны инаковые, они высокие, высокорослые народ, но они видели Господа Бога, который спас их от Египта, который защищал в пустыне, который защищал огненным столбом, тот, который кормил манной, тот, который дал мясо. А сыны инаковые, даже если они высокие, они ничто для Бога. И поэтому Иисус Навин и Халев, они в своем сердце имели обещание от Бога. Поэтому эта ситуация для них была не проблемой. А для остальных десятерых, то, что сыны инаковые, были высокими, это было большим страхом. Давайте посмотрим одно слово в Библии. Иисус Навин, книга Иисуса Навин, пятнадцатая глава, тринадцатый стих. А Халеву, сыну Ефонийну, Иисус дал часть среди сынов Юдиных, как повелел Господь Иисус, кириав арбы отца Янакова, иначе Хеврон. То есть, это был отец Янаковых. И выгнал оттуда Халев трех сыновей Янаковых, Шишая, Ахимана и Фалмая, детей Янаковых. Отсюда пошел против жителей Давира. Здесь точно говорится о том, что Халев, он выгнал трех сыновей Янаковых, Шишая, Ахимана и Фалмая, он изгнал без проблем. Халев пошел и победил их. Израильтяне. Их было шестьсот тысяч человек, но они все испугались сынов Финаковых, и боятся. Кто прогнал? Халев. И за несколько дней он смог их победить. Другими словами, когда Бог вместе, что Янаковы, что женские, женщины, что солдаты, для Бога это не проблема. Однако, для десятерых, поскольку сыны Янаковых были высокими и ростом, для них это было проблемой. У нас есть пресс-фиктор Исунхо, и он когда ведет собрание, тогда он поднимает микрофон, потому что высокий рост там. Знаете, но это не значит, что он высокий, он сильный, правильно? Я, конечно, никогда с ним не боролся, поэтому не знаю, сильный он или нет. Знаете, вот я бессильный против него, только когда иду к нему в стоматологию. А в другое время я свободно чувствую себя. просто когда лежу стоматологию, тогда я ничего не могу делать. А в церкви, да, хорошо, спокойно мы общаемся. Да, сыны Янаковы, они высокие, они, может быть, пугали, но тот Бог, в Которого мы верим, он намного больше, чем сыны Янаковы. Тогда почему же это для них становится проблемой? Но самое интересное, что этот страх перед сынами Янаковыми были у десятерых человек, поэтому они не видели ту землю, в которой течет молоко и мед. Для них было важно смотреть на страх. Что делает пастор? Именно тех людей, которые боятся сынов Янаковых, что надо сделать? Нужно показать, как Господь Бог побеждает врагов, как Господь Бог вел огненным столбом, как Господь Бог расцвинул Чемное море, как Он ведет землю, в которой течет молоко и мед. Тут Господь Бог, если будет заполнять наше сердце, тогда ничего не станет проблемой. Но если сыны Янаковые заполнят сердце, тогда все будет проблемой. И пастор должен не что-то особенное делать, а нужно, чтобы в сердцах брать все эти, у которых есть проблемы, у которых есть болезнь, их вести. в среду вечером мы проводили концерт вернувшихся волонтеров. И это видео, которое мы тогда сняли, в этом году, перед тем, как коронавирус начал распространяться в нашей стране, мы провели в одном городе Чонан концерт. И мы думали, что за два или за три дня эта ситуация урегулируется. И поэтому мы в Чонгчу проводили концерт, и потом в городе Ханнын проводили концерт. И в третьем выступлении было в Гангнамской церкви. И мы думали, что коронавирус исчезнет, но, к сожалению, он начал, наоборот, больше распространяться. И поэтому после концерта в Гангнамской церкви не смогли провести концерт. Но когда мы проводили концерт в нашем молитвенном доме, так мне понравился этот концерт, поэтому я сказал, давайте мы снимем видео. И в среду вечером мы вечером показывали нашим братьям и сестрам, которые не могут выходить на улицу из-за коронавируса. И все братья и сестры, они так радовались. Я тоже смотрел этот концерт. Я так радовался. Особенно история о молодом человеке Тайлор. Он вырос в индийской деревне и несколько, четыре раза попытался покончить жизнь самоубийством. Но после того, как получил спасение, он начал радоваться жизнью. Он сейчас участвует на собрании братьев миссияской школы. Он такой красивый. И зачем, да, пытаться покончить жизнь самоубийством? Представляете, четыре раза принимал попытку покончить жизнь самоубийством. Но сейчас он изменился. И я верю, что он сможет изменить всех в индийской деревне. Важно, на что мы смотрим. В нашем сердце да, может быть, переживание быть. Однако, если наше сердце соединится с сердцем Господа Бога, например, когда апостол Павел находился в темнице в Филиппе, он переживал, но потом вечером он начал молиться перед Богом, воспевать Господа Бога, и тогда все темницы, двери темницы отворились. В вашем сердце, если будет пребывать Бог, тогда этот Господь Бог, он будет побеждать сынов ненаковых. Для Господа Бога это не проблема. Да, если нет воды, тогда ничего страшного, в скале будет вода. Если нет еды, тогда даст манну. Если необходимо, раздвинет червное море. И если такой Господь Бог будет вместе с нами, если мы будем знать об этом, тогда ничто не будет проблемой. Знаете, после спасения я испытывал в моей жизни разные проблемы. Но что самое важное, это то, что тогда, когда я получил спасение, Господь Бог был со мной. И неважно, с какой проблемой я сталкивался, Господь Бог всегда вел меня. Знаете, с 16 марта мы хотели в Нью-Йорке провести форум христианского медитиров в СЛФ. Однако, этот форум из-за того, что коронавирус начал распространяться в США, у нас не получилось провести. И поэтому до 16 числа, то есть, получается, за 4 дня, то есть, 12 марта, получается, губернатор Нью-Йорка, он сказал, что нельзя проводить мероприятия, где собираются более 250 человек. А мы же планировали провести мероприятия, где соберется 3000 человек. если их разделить на 10 групп, то это получится 300 человек. А если вести одновременно 10 мероприятий, это слишком тяжело, поэтому мы решили немножко передвинуть дату. Все равно человек победит коронавирус, а не коронавирус человека. Мы так решили. И сейчас в Корее тоже коронавирус уже постепенно регулируется. и мы отодвинули тоже мероприятие. И когда мы перенесли мероприятие, мы были благодарны. Потому что Господь Бог действительно удивительным образом благословлял нас. Я не просто путешествую, а я вижу, как Господь Бог помогает мне. до сих пор, если мы посмотрим, что делал Бог, не было ничего, что было просто возможным. Что молодежно организация или что форум христианских лидеров. Господь Бог удивительным образом действовал у нас. Сейчас, когда урегулируется ситуация во всем мире связанная с коронавирусом, я верю, что наша миссия Гунюс, она будет очень занята. И майн-образование, и организация Айвайф будет очень активно работать. Сейчас по всему миру, знаете, уже в 30 странах правительство работает вместе с нами, они хотят получить майн-образование. Сегодня утром тоже я проснулся и я читал новости и в тюрьмах в Кене тот человек, который был приговорен на все жизненно, он, слушая слова от нас, он изменился и его выпустили. И чем он занимается? Занимается земледелием. Пришел в церковь в Кене и занимается земледелием и передает Евангелие. Люди, которые совершили серьезное преступление, они изменились. И это то, что происходит в Африке. Уже в 40 странах Африки вместе с нами они получают то образование, которое мы проводим. Когда я был в Латинской Америке в прошлый раз, встретился с президентом четырех сторон и все они говорят о том, что у молодых людей из страны Латинской Америки нет надежды, поэтому они хотят получать майн-образование, которое мы проводим по всему миру. И сейчас мы уже все подготовили, чтобы там это реализовать. И мы должны как можно скорее напечатать. И вчера мы напечатали на корейском языке, теперь надо перевести на английский язык. И сейчас мы создали команду, которая будет переводить на английский язык, на испанский, на французский. Должны переводить разные книги. Знаете, мы всего лишь были сердцем Иисуса. Я сказал, Юан, тебя ужалил скорпион, и поэтому ты умираешь. Это положение. Однако, что говорит Библия? Библия говорит, что надеешься на Господа обновяться в силе. На что ты хочешь надеяться? На том, что ты умрешь? Тогда ты умрешь. Если ты же будешь надеяться на Господа Бога, тогда ты будешь жить. Да, не было надежды, что он сможет спастись сестра Кимуньо, когда она умирала из-за болезни рак. Знаете, я много говорил с сестрой по телефону, и в последнее время есть хорошая интернет-связь, которая может позволять нам общаться. И сестра навсегда говорила слова отчаяния. Я же говорю ей слова надежды. И я смог победить сестру. И тогда эта сестра она начинает оживать. Она уволилась с работы, думала, что умрет. И поэтому родственники, которые живут в Корее, да, они посовещались в Корее, собрали средства и отправили сестру Хэйон, ее младшую сестру, в Америку, чтобы она помогла им. И сказали, что вот, помоги сестре. И так я смог узнать, что с ней. И когда сестра Кименёк сказала, что она едет к сестре, я дал свой номер, и мы очень много разговаривали с ней. И тогда сестра Кименёк, она умирала. Я же передавал ей надежду. Я сказал, сестра, вы просто не знаете болезнь рака. Рак это не страшная болезнь. Почему? Потому что ежедневно в нашем организме появляются клетки рака. Но иммунитет, который у нас есть, клетки национальные киллеры, они побеждают болезнь рака. Сестра, вы до сих пор не болели болезнью рак, потому что вы побеждали клетки рака. Если мы будем побеждать эти клетки, тогда мы не заболеем, не умрем. И поэтому иногда бывает, что наш иммунитет ухудшается, поэтому клетки рака побеждают. Но Господь Бог даст нам новую силу, тогда мы сможем победить болезнь рака. Так что не нужно переживать. Иногда наш баланс организма разрушается, поэтому мы можем заболеть. Ничего страшного. Есть время, когда наш организм побеждает клетки рака, но если мы окажемся в страхе, тогда мы проиграем. Если освободимся от страха, если в нашем сердце мы будем побеждать, тогда мы сможем победить болезнь. Знаете, одинаково люди пошли, чтобы осмотреть Хананскую землю. 12 человек было их. Исус Навин и Халев, они осмотрев эту землю видели сынов Янаковых, видели все, что там было. Но в их сердце был Бог. Поэтому они говорили, ничего страшного, даже есть там сыны Янаковы. Это не проблема для Господа Бога, потому что Бог наш защитник. Но 10 других соглядатых, что они сказали? Нет Бога у них, есть только сыны Янаковы. И поэтому они говорят, что в их глазах мы были саранча. Лучше бы сказали, что они похожи на муравьев, правильно? У них не было уверенности, что победят, и поэтому они сдались. Знаете, я тоже раньше был скверным, грязным, злым грешником, который должен был попасть в ад. Однако, когда я читал Библию, Библия говорит о том, что Он оправдал меня. Если Господь Бог говорит, что я свят, значит, я свят. Не важно, как мне кажется важно, что Слово Божье говорит. Знаете, другие говорили, что они грешники, я же говорил, что я праведник. Тогда люди указывали на меня пальцем и говорили, как ты смешно говорить. Но я говорил, если Бог говорит так, значит, я правдан. Юан умирал из-за болезни, и врачи, и все говорили, что он умрет. И сам он так чувствовал. Однако, в Библии же говорилось, что надеющиеся на Господа обновятся в силе. Я сказал, Юан, тебя ужалил скорпион, но тебе нужна новая сила, чтобы победить яд скорпиона. Попробуй надеяться на Господа Бога, тогда Господь Бог обновит твою силу, и тогда ты сможешь победить яд скорпиона. Знаете, он думал, что он умрет. Да, он думал, что я умру, даже Бог не сможет помочь. Если он такое сердце примет, это он погибнет. Однако, Бог говорит, что он обновит мою силу, если я буду надеяться, значит, я смогу победить яд скорпиона. Если у него будет такая вера, тогда он сможет выжить. Если подумать, что он умрет, тогда он умрет. Знаете, многие люди ходят в церковь, читают Библию, но каждый человек по-разному воспринимает это слово. Поэтому у меня тоже есть проблемы, у меня тоже есть трудности. Однако, хотя есть многие проблемы, многие трудности, но Господь Бог, Он живет во мне и действует. И я смог обнаружить удивительную истину, и я поверил в эту истину. Поверил в эту истину. До сих пор, живя до сегодняшнего дня, то, что я даже не мог представить. Бог позволил, чтобы я мог совершать подобные дела. И это не я делаю, а это делает Господь, который во мне. Именно с сердцем Господа Бога. Среди 12 секундатых, 10 человек, они смотрели на сынов инаковых, высокорослых людей. А Иисус Навин Халеф, они смотрели на Бога. Да, есть они высокие, они что, могут победить Бога? Нет, не смогут победить, а у нас же ведь есть Господь Бог. И Господь Бог ведь обещал эту землю. Он будет вести, мы сможем обязательно победить. И тогда Иисус Навин и Халеф они смогли войти Хананскую землю. Мы же, когда мы смотрим, а мы же похожи на саранчу, поэтому мы погибнем. Те люди, которые так думали, они действительно погибли. Вот что важно. Поэтому в вашем сердце, если ваше сердце соединится с сатаной, тогда вы будете сатаной. Если ваше сердце соединится с Господом Богом, тогда вы будете детьми Господа Бога. Господь Бог действует. Знаете, в нашей жизни есть много трудностей. Я вырос тогда, когда наша страна была под властью Японии. Да, я испытывал голод, испытывал трудности, много я испытывал, но в 62-м году я уверовал в Господа Бога. Когда я получил спасение, я думал, что нас будут постоянно называть еретиками. Но сейчас, когда я смотрю, Господь Бог, Он сделал такие вещи, которые я даже не могу представить. Он открыл перед нами открытые двери. Знаете, в Откровении есть такое слово. Господь Бог говорит, «Я отворил перед тобою дверь». А затем написано, «И никто не может затворить ее». «Если отворят не того, кто затворит, никто не отворит». «Если Господь Бог отворяет, никто не может затворить. Если Бог затворяет, никто не может отворить». И Он говорит мне, «Я отворил перед тобой дверь». Знаете, что удивительно? Знаете, вот, например, когда Вы вызываете лифт, дверь открывается передо мной. Автоматически двери, они сами по себе открываются. Раньше нужно было открывать, а сейчас они сами открываются. Сначала когда я увидел автоматическую дверь, я думал, «Как же они открываются?» Но когда человек становится перед ним, они открываются. Как бы я ни смотрел, они не открывались и думал, «Что же надо сделать, чтобы эти двери открылись?» Но когда я стал перед ними, они тоже открылись. Я думал, что надо что-то сделать, чтобы эти двери открылись, но не так. Именно таким же образом можно сказать, это есть те двери, которые Бог говорит, что открыл. Дверь перед нами. Когда мы становимся, да, они открыты были, открываются. То же самое. Перед нами есть многие препятствия, и казалось, что у меня не получится. Но когда я стал перед обещанием, тогда оно открылось. Когда мы смотрим человеческими глазами, сыны Енаковы, они высокие. Но когда мы посмотрели на слово, Халеф, он трех сыновей Енаковых просто взял и легко изгнал оттуда. Халеф пошел и победил их. Но израильтяне, которых было 600 тысяч, они боялись. И тогда те, у которых было неверие, они все погибли. Иисус Навин и Халеф, они же вошли в Ереху и победили всех. И сегодня, если вы посмотрите на ваши мысли, может быть, кажется, что невозможно, кажется, что я не смогу победить, кажется, что я потерплю крах. Но что говорит слово Божие? Верующий в Господа Бога, он оставляет свои мысли и принимает слово Господа Бога. Но тот, который верит в свои мысли, он не может следовать за Господом. Поэтому я, когда многие люди умирали, я соединял их сердца с сердцем Господа Бога. Когда сердца людей были в болезни, когда находились трудности, тяжести, каждый раз я соединял с Богом, а Бог, я видел, как Он действует. И такого мы называем Господом. И Он вместе с нами всегда, когда у нас есть трудности и проблемы, Он открывает перед нами дверь. Мы теперь должны не следовать за нашим опытом, за видимыми вещами. и мы должны принять и веровать в Слово Бога. Что Бог скажет? Давайте будем видеть, как это Слово совершается. Я уже в возрасте и уже я стар. Но если подумать, раньше, знаете, у меня ничего не было. Но сейчас Господь открыл ворота по всему миру. И Господь Бог, конечно, сейчас из-за коронавируса, Бог говорит, немножко оттолкни. После коронавируса же, я уверен, что у нас будет множество работы. Сейчас многие книги мы сейчас переводим, готовим их публиковать, готовим учебники, майн-лекции сейчас провожу. В понедельник, во вторник, я говорю о основных вещах майн-образований. Два часа понедельник, два часа во вторник, и говорят, уже шесть тысяч человек зашло. Сначала было желажек тысяча, а сейчас уже несколько тысяч человек слушают эти лекции. и завтра восемь, да, с восьми до десяти два часа я буду читать лекции каждый понедельник, вторник, и в этот раз шесть тысяч человек, да, я думаю, зайдут. Я говорю об основных вещах Библии. Когда эти основные вещи вы будете применять в вашей жизни, это будет очень хорошо. Поэтому, как спецкурс, я читаю мои лекции, мне сказали, что я об основных вещах говорил, и поэтому месяц я планирую об этом говорить, а также, говорят, три месяца еще будут проводить мои образования. Соединяем с Библией. И как соединить мои образования с Библией? Об этом я рассказываю. И каждый раз, когда я читаю лекцию, да, я рассказывал, как я поверил в Господа Бога. и я счастлив, когда вспоминаю, как Бог действовал для меня радостно. Вчера школьники, старшеклассники, они через программу Zoom, многие молодые люди со мной общались, и это было тоже хорошо. Потом миссионеры из России общались со мной, и они сказали, что тоже хотят купить молитвенный дом в нескольких городах, и тоже нам было хорошо, слушая это свидетельство. И потом вчера миссионер Уйонг-До общался с нами, и он сейчас служит в Великобритании, и мы с ним говорили по телефону, и говорят, что стал председателем союзов служителей в Великобритании, называть сообщение в Christian Together. И собрались лидеры, и он тоже несколько раз участвовал, и однажды они сказали, пастор Уйонг-До, давайте вы будете нашим председателем в союз Christian Together. Тогда он сказал, вы, конечно, простите, но вы белокожий, я же азиат. Смогу ли я быть здесь председателем? Конечно, ничего страшного, как вы выглядите. Я также плохо владею английским языком. Ну, плохо, конечно, но ничего страшного. Этого достаточно, чтобы нашим председателем быть. И он не хотел проводить. Тогда ему сказали, ну, ты же самый духовный среди нас, поэтому давай ты будешь у нас лидером. И так он стал лидером союза Christian Together. И он говорит, раньше если он отправлял в государственную организацию письма, тогда просто игнорировали. А когда он подписывает, что это председатель союза Christian Together, тогда сразу отвечают. И сейчас стало очень удобно работать. Господь Бог по всему миру открывает ворота. Я благодарен Господу Богу. В этот раз я был в Атланте и в Атланте есть служители, которые не ведут получается церковь, но они проповедуют. И под ним находятся где-то или 15 тысяч, или 18 тысяч служителей. И когда я был в Атланте, он приехал ко мне и получил спасение. И когда мы сказали, что будет СЛФ, он сказал, что 5 автобусов служителей он может собрать и привезти. Я сказал спасибо. Обычно в США в автобусе могут есть 50 человек. Я хотел 250 служителей привезти с собой, но из-за коронавируса перенесли мероприятие, поэтому не получилось в этот раз. Но сейчас мы еще лучше хотим подготовиться и поэтому говорим коронавирус давай, уже хватит. Зачем так тянуть? Уходи уже от нас. Я сказал, иначе мы тебя уничтожим. Но когда коронавирус немножко успокоится, тогда мы за это время будем молиться и тоже будем читать Слово и готовиться будем и с большой силой хотим свидетельствовать о любви Господа Бога и рассказать как Бог будет действовать и тогда у меня есть большая благодарность. особенно в Тегу. Знаете, из-за коронавируса очень многие страдали и сейчас стало очень хорошо. За это мы очень благодарны Богу. И также слава Богу, что в нашей церкви никто не болел коронавирусом. За это мы были благодарны. И я тоже буду осторожен в дальнейшем. Пресс-фиктор говорит, чтобы я был осторожен. И поэтому я с пресс-фикторами тоже редко встречаюсь. я благодарен, что Бог дал здоровье. Я хочу, чтобы поскорее эта ситуация урегулировалась, чтобы все освободились. И я верю, что откроется прекрасный мир. И знаете, у меня есть такая надежда. Я верю, что это сердце Бог дал. Хотя немножко тяжело, но я желаю, чтобы выславили Господа Бога. И я желаю, чтобы коронавирус исчез, и чтобы все мы создали страну, где будет благословение Господа Бога, которым будет Бог вести. у Бога,